Утренний гость Виртуоз Егор Матвеевский Егор, доброе утро! Доброе утро! Дорогие телевизорители, доброе утро! Ну, чтобы познакомиться с тобой поближе Сегодня будем много говорить, много петь, много играть Давай строим небольшой блиц Отвечать быстро, нераздумывая и просто хорошо Твой идеальный завтрак? Каша Честно? Делаешь зарядку по утрам? Редко А на чем, кроме как на баяне, умеешь играть? Почти на всем, кроме духовых Сколько у тебя концертных нарядов? Пусть будет 4 Вспомни первую композицию, которую ты исполнил на баяне Как под горкой, под горой А у тебя были двойки в музыкальной школе? Чаще, чем тройки По какому предмету? Музыкальная литература Сальфеджо У всех Вначале, да А кто написал балет «Щелкунчик»? Чайковский Браво Отлично Я думал, он сейчас отзапорится на последнем Нет Я бы запоролся 100% Мне кажется, на последнем А почему-либо литературу не любил? Что это вот было? А Чайковского знаешь, помнишь, смотри Когда я пошел в музыкальную школу, мне было тогда 5 лет всего лишь Ну, 5 с половиной И я просто не умел читать, писать И за меня это делала все мама И все угадайки, которые там были, все, это Ну, все мне двойки были, в общем А вот по сальфеджо Сальфеджо тоже сложно давалось вначале Сальфеджо все не любят, мне кажется Там нужно слышать, там нужно угадывать, писать Мне это было немножко непонятно А потом я стал повзрослее, уже, естественно, стало попонятнее Игорь, а почему баян и... Это твой выбор? Или родители как-то повлияли на него? И 5 лет баян Это выбор мамы Так, ты его подхватил с радостью, с уверенностью Подхватил с радостью и уверенностью мамины желания Она в детстве хотела играть на баяне, а ее родители не отпускали Мне кажется, в 5 с половиной лет ты тогда еще не осознавал, что ты делаешь на самом деле Я вам покажу, как это было Мы можем представить, да Первый урок Причем баян, два уха, две ножки и две ручки таких маленьких Это вот так вот все выглядит Егор, скажи, ну чуть-чуть будущее, заглядываем А на каком инструменте твои дети будут играть? Ну, я думаю, что это будет их выбор, скорее всего Но на каком-то будут? Ну, на каком-то аккордеоне будут Все-таки на аккордеоне, да? Почему не баян в таком случае? Почему аккордеон? На баяне играю я, а на аккордеоне пока еще не играю Нет, а ты же знаешь, как аккордеон переводится, да? А, конечно Как? Клавишный инструмент Это просто не, это научно На самом деле аккордеон с немецкого переводится как мини-орган Он и звучит иногда как орган А вот на каких еще инструментах ты играешь И насколько виртуозно ты там и меня владел? Ну, виртуозно я играю только на баяне, наверное Ну, владею инструментами это фортепиано Балалайка Домра Контрабас Ну, барабаны Нервы Тарелки Отличный ответ Гитаре Гитара тоже Вот говорят, что гитаристы, баянист в любой компании, они вот свои люди То есть с ними никогда не скучно Вообще на 100% Да, только сейчас, мне кажется, наши телезрители убедились в этом После того, как начал Егор играть И мы вышли сейчас знакомиться Не зря с собой принес баян Не зря, абсолютно Всегда ли ты его с собой берешь? То есть, ну, понятное дело, на работу Там, где ты играешь А вот на каких-то встречах друзей, не знаю, там, или еще Ну, конечно, без этого никак вообще Всегда мы, когда с друзьями собираемся Это бывает, конечно, редко Потому что выходные в основном у меня заняты Собираемся, поем песни под баян У кого-то есть гитара И Максим, наверное, знает Частенько вместе бываем, да? На выступлении Баян, я смотрю, вот у него какое-то название очень интересное Не вижу сейчас просто На самом деле, это самый простенький баян Но он немецкий Он называется вельтмейстер Так Вот Это какой-то трофейный у тебя Подарил тебе какой-то негрид Трофейный из Берлина Виртуоз или как вообще? Ну, просто, можно сказать, самые ходовые, качественные баяны Аккордеоны Это, на самом деле, кнопочный аккордеон Потому что в Германии нет баянов Вот То есть, он с разливом делается, там, как аккордеон Вот Ну, баян рабочий, хороший баянчик А с какого возраста можно брать в руки вот такой большой баян? Ну, конечно, не первоклашка возьмет его, да? Ну, все зависит от того, как ты будешь есть кашу Если ты будешь есть кашу медленно Ты возьмешь этот баян позже Егор ест кашу полутраво Видимо, быстро и много С кашей все хорошо Скажи, а вот бывает же Вот инструмент, это же как живой организм Да, какие-то приметы Вот гитару, я знаю, подписывают Что-то там внутри какие-то записочки тоже оставляют Вот, а если у баяна какие-то такие приметы Что-то нужно там завязать Как-то, не знаю, подержать Просто с хорошим настроением надо брать его в руки И все будет отлично Отлично, здорово Хорошее настроение ведь не всегда бывает И иногда приходится работать Вот поделись, давай с нами таким секретом Когда у тебя, ну, что-то не совсем Ты берешь баян в руки И что происходит? Просто когда вот нет настроения Вот обыденность тебя съедает Ты берешь баян в руки И ты вот погружаешься просто в другой мир Вот все И музыка, как сказать Поднимает тебе настроение Хорошо, переиначу, тогда вопрос А если ты так вдохновляешься баяном Но это прежде всего твой рабочий инструмент То какая музыка тебя воодушевляет Наполняет и поднимает К тому, чтобы вновь одарить эту радость людям Ну, вообще, я очень люблю музыку Вообще, для меня музыка – это жизнь Наверное, любая музыка мне наполняет А если она еще звучит на аккордеоне или на баяне Вживую В хороших мастерских руках С душой То настроение, оно само поднимается Оно всегда Егор не хочет выдавать нам секретов Какую музыку он играет на баяне Чтобы поднять Я стараюсь играть энергичную Бодрую, веселую Чтобы зарядить народ позитивом Вот что я им хочу передать Вот музыка именно Ну, вообще, как правило В любом каком-то мероприятии В таком либо застольном домашнем, семейном Как только в руке берет баян Человек, умеющий играть на нем Сразу все начинают петь Даже не умеющий, я хочу тебе сказать Берет баян в руки, сразу все начинают петь Не умеющий и не поющий Вот, и мастерство баяниста Это уметь сразу вот сходу Хватить, да, узнать, что за песню поет тот или иной человек И как-то вот все Песня полилась, мелодия полилась Все с баяном, все здорово Ну и прямо сейчас Мы вот дадим небольшое задание Мы будем называть Либо Я уже боюсь эти задания Не бойся Егор на самом деле не знает Что за, какое задание мы ему дадим А мы будем называть композицию Либо название Либо какая-то мелодия Проверочка, да? Да, проверочка небольшая Это сейчас пошел интерактив от Анны Голицыной Представь, что здесь много людей Сидит, ты на мероприятии Ну, собственно говоря Но столько человек смотрят Да, смотрят сейчас, ты понимаешь Егор, у тебя никогда не было такого застолья Сейчас нас миллионы людей Просто смотрят, понимаешь Анна Голицына ведет сейчас Какое-то мероприятие По заявкам Самые любимые Самые популярные композиции Поехали Ай, может быть и не самые популярные Мы прямо сейчас Готов? Я всегда готов, да Готов, Максим? Ну давай, попробуй Начнем мы с цыганочки Ну, это, наверное, легкая Опа! Переходим на Чувашскую Таши-Таши Быстренько, да? Лезгинка! Лезгинка? Лезгинка? Пусть бегут неуклюже Поздравим тех, кто родился сегодня Отлично! И сразу споем, правильно? Давай! Поем все вместе Пусть бегут неуклюже Пешеходы по лужам А вода по асфальту рекой И неясно прохожим В этот день не похоже Почему я веселый такой И почему я играю На гармошке У прохожих На ряду К сожалению В день рождения Только раз И мою любовь Чистые пруды Немного Кстати, она у меня в репертуаре тоже есть Серьезно? Да Давай Мы как будто знали Самая любимая песня, наверное Азиата папина Азиата папина Браво! Ну и популярную Esposito Esposito Было дело, было Давай! Давай! Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Деспаечитно Спаситно Спаситно улыбнемся может быть айова улыбайся знаешь эту песню конечно конечно улыбайся улыбайся сейчас чуть-чуть запутался улыбайтесь друзья таким посылом мы уйдем на перерыв чека совсем скоро вернемся и будем продолжать петь и рассказывать вам про и замечательный баян который у нас как оказалось кнопочный аккордеон и просто такого замечательного гости нашего человека оставайтесь с нами никуда не переключайтесь утренний гость настроение сегодня просто на максимальной отметке радости и позитива потому что она начинается утро начинается с музыки это радует из какой музыки друзья с классической вы слышите ее это полет шмеля римский корсаком прямо сейчас в исполнении нашего места в замечательном виртуоза егор матриевского его отлично браво 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 а вот это любимая композиция одна из любимых или одна из нелюбимых это одна из любимых классических наверное потому что полет шмеля это уже как вообще классическое произведение и его играют на рекорды кто быстрее сыграть и на всех видов инструментов а вот самая например рекордно быстро и сыгранное тобой произведение какое помнишь рекордно быстро да но полет шмеля на валют за сколько он 51 секунду идет это вот как раз твое рекордно быстро стандартная да я как бы в рамки уложился уложился его рекордно долгое твое выступление сколько шло но это какой-нибудь концерт в трех частях просто который идет а минут 15 наверно пальцы устает конечно конечно чуть-чуть буквально чуть-чуть буквально так потом не чувствуешь не правая кисть не левая кисть как расслабляешься потом есть специальные упражнения я могу даже показать быстренько вот они расслабляют много еще всякие упражнения чтобы реверберации реверберация пальцев даже не выговоришь вот посмотри ты уже овладел инструментом как средством которое является источником твоего дохода и ты профессионал вот есть ребята которые начинают сейчас обучаться этому продолжает обучаться и к чему стремятся какие может быть есть у тебя уже как у человека который долго этим занимается собственное наблюдение как как правильно подойти к инструменту с точки зрения вот когда не совсем может быть и хочется что-то делать но вот надо ребята крепитесь ну самое главное конечно это желание и цель вот чего ты хочешь достичь понимать каких высот вот например моей целью являлась поездка на конкурсы это все российские конкурсы международные конкурсы где я съездил первый конкурс у меня был ну это музыкальный школе это у нас по чебоксарам конкурса такой уже как сказать для меня значимый конкурс это был самаре это занял гран-при вот и после этого как-то мое мировоззрение в мире баян оно изменилось с чего на что там общаешься с другими людьми уже с профессионалами музыкантами баянистами этот мир как сказать ну мир живой музыки мир баяна он есть на самом деле проходит огромные даже чемпионаты мира по баяну проходят в наше время сейчас чемпионаты миры по баян как говорят в шутку без правил даже ты играешь вот все что ты хочешь кто круче кто ты выиграл вот у кого там больше аплодисментов или что-то там первое место это конечно за первое место денежное вознаграждение довольно таки приличные вот ну это все интересно 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 мечтаю я таком чемпионате был к сожалению занят только шестое место там из кальки претендентов простите это там был двадцать семь участников ну со всего мира получается и всего шестой 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 баян вы не смеялись какой скромный нас не город достаточно сложный конкурс это но и сложные и веселый вообще там и сама атмосфера вот этот все вообще классно все его вот зачастую то что участие музыкальной школе бывает кризис какого-то возраста хочется бросить музыкальную школу тяжело было ли у тебя такое и что бы ты хотел сказать тем ребятам которые вот думают ой ну как же устаю может быть только школу ходить да я тоже жаловался родителями я больше не хочу я больше не могу это как-то у меня вот уходило все но потом где-нибудь или по телевизору раз увидишь или где-нибудь там соседней музыкальной школы кто-нибудь там поехал на конкурс и ты думаешь я что хуже и начинаешь добиваться добиваться нужно стремиться нужно любить наверное то чем ты занимаешься это самое главное если даже у тебя вот нет уже как сказать позитива в тебе такого чтобы какое-то настроение нужно чтобы тебе помогли родители съездить на конкурс педагоги пообщаться с другими ребятами до педагоги а когда ты понял что ты любишь баян что это твоя любовь на всю жизнь это произошло наверное буквально когда я вернулся с армии я тоже бросил баян много где устраивался работать и потом я уехал работать в китае я там работал целый год просто в народном коллективе и как раз таки я пошел на фестиваль там очень много фестиваля проходит и там собрались все крутые баянисты и вот я как бы там посмотрел мне дали баян тоже поиграл я сказал что я обучаюсь учусь вот и как бы у меня появился стимул желание я понял что я хочу этим заниматься начал записывать фонограммы там кто-то мне подарил свои фонограммы для начала вот и как сказать я понял что это моё его такую песню чаще всего просят чтобы ты исполнил композиция как какой любит в твоем исполнении ну в моем исполнении любую одинаково скромен его везде всего лишь шестое место на международном конкурсе одинаково любую любит мы убедились то что абсолютно любую композицию ты сможешь сыграть чтобы тебе не сказали и подстроишься это здорово ну и наверное стоит исполнить любимую композицию всех наверно или визитную карточку может быть тогда свою давайте хорошо что такое визитная карточка егор матвеевского это что ну вот мне нравится пьеса который называется париж вот я тем более там был тоже и на конкурсе пойдем у парижа сразу вопрос что играл в пари же на конкурсе в париж на конкурсе играл классическую программу это сейчас есть такой современный композитор конечно он стал недавно таким современным в исполнительском мире астропит соло вот как бы его долгое время не воспринимали сейчас он пишет вот наикрутейший танго вот именно для бандонеона баяна я прям сейчас на играю это либер танго знаменитая вещь извините вещь да и у него их очень много классические это скорлати сонаты это бах в первое в первую очередь баха ну и там уже по программе свободная программа то на что гора это играешь дома часто дом я в основном разучиваю пьесы и наверное так часто я предпочитаю не дома заниматься все таки как у меня просто реагирует соседи потому что когда не домощадцы инструмента слышно за стеной сейчас да вот просто появились сейчас электрические пианино те кто учиться на пианино можно выключить звук а вот баяна как отключить звук хоть электронный баяна тоже есть я уже давно звук выключается там выключается тоже в нау можем наушники я себе такой кстати заказал вот скоро будет уже на следующий программ приду с новым баяном отлично с но нет нам нужно чтобы было все слышно как ты играешь соседи вроде бы здороваются пока улыбается нормально это еще вот вот эту песенку не сыграли егор будешь заниматься вот это обязательно сыграть и булочка тебе кстати как в париже французскую булку пробовал конечно несут соседи булки пик вот плюшки мне кажется чтобы поднять всем настроение подняли всем телезрителям еще исполним 1 какая недосытная давайте теперь я скажу я знаю что максим поет песни правда что да я много раз видел и я хочу сейчас предложить спеть вместе песню но я слышу как максим поет песню ты мое сердце из чистого золота давай попробуем я не готов ну давайте все вместе поем поехали попробуем таком исполнении первый раз учить песни давай давай хочу тебя укрыть хочу тебя укрыть облака облака мне только рядом плыть мне только рядом плыть о руку возьми в судьбе моей возьми в судьбе моей равновесей ты для меня теперь ты для меня теперь главное ты мое сердце из чистого золота и я спасу тебя от холода ты мое сердце из чистого золота ты мое сердце из чистого золота и ничего дороже нет вот так ой друзья с утра барабан это конечно дайте как товорот сидела против бакси его ранило сыр друзья с утра просто голос извините не поет нет мы убедились что очень даже поет и проснись и пой московничал максим нет я просто слышал что происходит то ладно проснись и пой это для вас для всех нас мне кажется если с песни начать это утро этот день и вообще эту неделю то действительно будет просто хорошее настроение как минимум ведь потому что тот кто с песни по жизни шагает 34 тот никогда и нигде не пропадет да вот такие вот мы нигде не пропадающие и веселящиеся везде особенно если есть в руках баян игорь а что касается твоего образа сценический костюм это тоже часть до часть номера можно так сказать иногда это прежде всего часть номера скажи что любишь не знаю галстуки или бабочки может быть какая-то блестящая рубашка или пиджак ну на самом деле я стараюсь чтобы в гардеробе было и то и то например сейчас я уже наверное буду говорить многие видели пиджак с блестяшками такими сшил стразики называются стразиками да тоже и штаны есть такие со стразиками есть более классическая есть более свободно молодежная одежда такая но на вкус и свет как говорится но если при этом еще будет красиво элегантно бабочка будет тоже очень хорошо и красиво и гармонично бабочки кстати у меня сейчас скажу наверное штук 30 есть точно и деревянненько у тебя по есть очень такая заметненькая интересная бабочка на самом деле мы скажем егора большое спасибо огромное спасибо за эфир музыкальный утренний эфир ждем такое доброе утро снова баяна спасибо большое но о том как правильно завязывать бабочку а мы узнаем следующем сюжете смотрим будильники